Лапкин Игнатий Тихонович, меня Абдулла зовут, я из Тагестана. Мне 81-й год, вы мне свина ягодитесь. А что это? Что делаю здесь? Мы пришли людям рассказать, что будет... Религия какая вообще? Кто? Место какое? Город Барнаул, Алтайский край. Религия, религия. Я христианин православный. Вы же видите, я крещусь. Можно один вопрос тогда? Да. А кто тебя создал? Господь Бог Всевышний Создатель дал мне жизнь. И вложил дыхание в ноздри мои. Я знаю Всевышний. Всевышний один даже? Да, Бог Иегова, Аяхва. Какой Бог? Бог Иегова, название его. Он Моисею открылся. Муса. У мусульман Муса. У них вот такая книга есть. Вот такая. Это Коран. Это мой клип Коран. Вот, считай. Значит, Аллах мне создал тебя, да? Бог создал меня. Мой Бог, который называется Иегова, Бог. Я православный. В вашей книге здесь написано 5-я сура, 64-й, 65-й аяты. Прямо говорится, что Бог дал нам инжил, Евангелие, и мы должны по нему жить. В вашей книге написано это. А вы даже этого не знаете. Вы совершенно неграмотные люди. Вот скрещаются. Ни один мусульманин прочитать не может. Вот это вот. А ни один. Никто не прочитал. Я говорю, все собрались... Коран, что ли? Да. Да. Здесь в этой рулетке процентов 90 мусульмане. Это мусульманская площадка. Ну, да, я знаю. Коран. Это мусульманская книга. Я знаю. Ну, так, я вам говорю, определенно еще, где это написано? Сура 5-я. Аят 47-й, 66-й, 67-й, 68-й и 171-й. Нас называет ваша книга «Люди писания». Вот, люди, писания, они знают, что у нас писание, потому что вы пришли на 600 лет позже. Ваш руководитель умер в 632-м году. Это, знаешь, кому отправил эту книгу? Да. Да. Короку Муса, алей-иссалям. Я бы зачем вам говорил. Я считаю его и вижу, там говорится. Если точно не знаю, это Коран отправил Мухаммад, алей-иссалям. Короку Мухаммад. Ну, там написано. Пятая сура. Короку Мухаммад, алей-иссалям. Вы не слышите, что я говорю? Я слышу. Пятая сура, 68-й, 66-й аят. Говорится, что мы люди писания, писания, поэтому с нами разговаривать надо, чтобы у нас было писание. Вот оно, это писание. Когда он говорит о писании, никакой книги-то не было, кроме Библии-то. Мы уже 600 лет с писанием были. Когда это не было? А? Когда это не было? В 632-м году умер предводитель ваш, и он нас называл людьми писания. Значит, другого писания не было, кроме Библии. Вы что огородите-то? И написано, Бог дал инжил, инжил Евангелие. Евангелие инжил дал. И мы по нему поступайте, говорит. Кому? Христианам, нам. Кому дал? Нам, христианам, людям писания. Инжил? Что? Христиан инжил дал, да? Так, ну, давай, я сказал. Теперь вы с чем-то не согласны? Да, не согласен вообще. Ну, теперь скажите, что написано в 68-м аяте 5-й суры? Я на языке не знаю. Ну, как же ты споришь, не знаешь? Ты что в самом деле? Я даже не знаю, это... Это же арабский язык. Я же не ученый. Ты ничего и не знаешь, балда. Не-не-не-не, так ты говоришь. Нет, нет. Нет, 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 нет. Как? Споришь, когда не считал и не знаешь. Я знаю, что Аллах един. Ну и все, больше ничего и не знаю. Больше ничего не знаешь. Ангелов тоже много. То есть ничего не знаешь. Ангелов тоже много. Так, обожди, обожди, не тарахти. Внимательно слушай. Я говорю, на какой странице у вас написано это? Вы, а я не считал. Не считал, слушай, не спорь. Невежда. У вас есть имамы, грамотные люди. А я мусульманин. Один Аллах. У греков тоже могли бы сказать. У нас один Марс. Я должен читать, умею и все. Так, считай книгу свою хотя бы. Я вашу книгу не трогаю. Мы люди Писания. Поэтому мы по Писанию живем. За нас Христос умер и воскрес. А это, вовсе говорят, это Иисус, Иисус, что это не ваш Бог, да? Иисус, да. Он второе лицо Троицы, Бог и человек. Это не ваш Бог, да? Я отвечаю. Ты что, не слышишь? Интернет Марасит. Я отвечаю, что Он второе лицо Троицы, Бог и человек. Это наш Бог. Вначале было Слово. Слово было у Бога, и Слово было Бог. Евангелие Тляна. Это как понять второе лицо? Понимаешь, ты не... Это как понять второе лицо? Аллах же один. Какое это второе лицо? Это как понять? Ну, шесть столетий было, и Слово Аллах никто не произносил. Это вы теперь... Ваш Бог нуждается, да? Получается. Интересно как. Он кому-то нуждается, да. Ты ничего не будешь знать. Если так будешь разговаривать, так и умрешь балдой. Ничего не будешь знать. Я тебе... Не, 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 объясни, да, объясни. Тоже хочу узнать. Не надо объяснять. Я уже два раза повторил, а ты не слышишь. Я слышу. Ты не говоришь. Давай прощайся. Прощайся по-хорошему. Когда свою книгу вот эту будешь читать, тогда будем разговаривать. А ты ни Библию эту не читал. Совершенно невежда. Я скажу, что вы мусульманин. Я скажу, что вы мусульманин. Ваши мусульмане скажут, это не мусульманин разговаривал. Они вас за мусульманина не будут признавать. Ты что, переводы знаешь, что ли? Ты что, арабский знаешь, да? Понимаешь, что я тебе могу сказать-то? Ну, кё надзи дошпрехал? Слушай, дядя. Слух. Дядя, слушай. Сэй, плиз. Ты говоришь, коран так написано, да, дядя? Ты говоришь, коран так написано, что-то так. Ты что, переводы знаешь, да? Ты что, опровергаешь, что не написано? Тебя голову за это отрежут, мусульмане. Ты что, сдурел, мужик? Не, не, говорю, я говорю, ты просто переводы знаешь. Пятая сура. 171-й аят. Пятая сура, какой аят? Аят. 68-й, 66-й и 47-й. И 171-й. 4 аята. Переводи, пожалуйста. Переводи, пожалуйста. Я тебе считаю, а ты говоришь, переводи. В смысле? Ну, я перевода не знаю, поэтому говорю. Переводи. Пусть люди, Писание, которым я дал инжел, живут и судят согласно тому, что я им не послал. То есть, нам книгу дает, он говорит, нам дал Бог книгу, которую вот я показываю, и пусть они по ней судят, живут, они отпрасывают. А в Евангелии говорится, Иисус Христ... Конечно, он дал книгу нам. Тогда какой порог был тогда? Тогда порог другой же был. Да не он говорит. Нам было дано Богом нам. Речь о нас, о христианах речь идет. Так, ладно, 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 ты как пьяный какой-то совсем. Что попало, буровишь? Так, все. А мне о Христе. То есть, Христос дал нам свой закон. А вот у меня сестра в Бога не верит, что мне с ней делать? Вы можете прочитать, что написано? Библия. Библия, она у вас есть дома? Да. А показать можешь? Она у меня... Она у бабушки за стеной. Одинаково все врут. 200 человек, и все одинаково. У бабушки за стеной, а бабушка спит. Книга должна быть у тебя в руках. Она говорит, как жить, чтобы не погибнуть. Как веровать правильно во Христа, как в церковь ходить. После смерти другая жизнь будет, вечная. Радость, спасение. А в этой жизни-то ничего и нет. Если девчонка, разведенка будет, мужик тебя пьяный долбить будет. Жизнь не рада будешь, с ребенком брошено. Это уже 86% из 100, 86 женщин выброшены из дома. А здесь половина мужиков голые валяются. Почему? Безбожники. А сатане ли от блуда? Я верю в Богу. Ну, ладно, если верите. Я жду в воскресенье в церковь вхожу. Хорошо. А вот у меня сестра в Бога не верит, что и вот как с ней общаться. Мы свидетельствуем, что Бог долго терпит, чтобы люди не пренебрегали этим. Кончится долготерпение Божие, и будет Божий суд. Все мертвые воскреснут. И что тогда отвечать будете? Вот надо об этом думать. А мыт ли ты кровью Христа? Его кровь Христа незримо омывает человека от грехов. Он умер за нас и воскрес. Если хочешь больше узнать, по скайпу заряди слова Игнатия Лапкина, это я. И у нас большой ютуб, во свете Библии называется канал. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Как еще раз? Во свете Библии Игнатий Лапкин. Ютуб канал. Я думал, ты нашла? Я думал, тут девица большая, а ты совсем маленькая. И все, находишь все. Ты ж ты какая умная. Ну, что там открылось? Божь канал нашел. Канал большой очень, 17800 роликов. Я начальник детского лагеря. Вы увидите, как мы с детьми, как занятия идут. Да, вижу. Да, там очень много у нас все. Вопросы, ответы. Угу. Вот если думаешь встретиться, то в скайпе Игнатий Лапкин. Я один на весь интернет. Ты меня легко найдешь. Хорошо. Только желательно, если ты несовершеннолетняя, чтобы с родителями была. Хорошо. Я могу тебе кое-что сказать. Ты ходишь в школу, никому, дорогая, не заходи в дом. Постарайся скорее домой идти, потому что много беды всякой. Хорошо, спасибо. Да. Пойдешь тоже, скажи родителям, благословите меня, три поклона и иди с Богом. А в воскресный день пойди в храм Божий, православный. К священнику сходи на исповедь. У тебя на душе легко, будет радостно. Тебя ангел-хранитель будет защищать везде. Хорошо. Да благословит тебя, Господь, дитя. Ну что, все, если вопросов нет, расстаемся? Да, спасибо большое. С Богом, да. Без Бога нет жизни, а только смерть. Это правда. Да. А дальше что? Иисус отдал за нас жизнь свою, чтобы мы жили для Него. Иисус еще вернется из-за нас. Господь пришел к нам, и чтобы мы молились, славили Его причастное имя, ходили в церковь Христову православную, сходить на исповедь. А ты в кого веришь? В Иисуса, что ли? Вам что-то не подходит, то, что я говорю? Да нет, мне просто интересно. Я просто человек другой веры, поэтому скажу. А какой другой веры-то? Мусульманина. Ну, мусульманина. Я еще не одного мусульманина здесь, а тут процентов 90 мусульман, которые знают вот эту книгу. Они ее не знают совсем. Мы тоже знаем эту книгу. Ну, считай, тогда что написано. Что? Что написано здесь? А ты знаешь? Конечно, знаю. Вот теперь смотри. Скажи, если у вас есть такая книга, Суру Пятую откройте, 68-й аят, 47-й. И что там, и что там? Там говорится о том, что Бог дал нам название, люди Писания. А когда это говорилось, а ваш предводитель умер в 632 году. То есть, другого Писания не было, была только Библия. И он говорит, а здесь Евангелие, инжил. Инжил. И он говорит, вам Бог дал. И по нему живите. Я по нему и живу. По Корану? Да не по Корану, а по инжилу. То прямо он называет. Это называется Сура. Пятая Сура. Пятая Сура. Пятая Сура, трапеза. Библия. Это все уже искажено. Единственная книга, которую не исказили, это Коран. Искажено. А откуда у вас такие данные, что искажено-то? Это в Коране говорит? Не говорит. Нигде этого нет в Коране. Зачем обманываешь? А она не искаженная до одной буквы. Господь говорит, небо и земля исчезнут, но ни одна буква не исчезнет. Так написано в этой книге. И эта книга дает нам название. Люди Писания. Это мы, христиане. Инжил нам дан. Инжил Евангелие. Нет, обождите, обождите. Давайте, открывайте Коран. Считайте. У меня сейчас нету. Сура, пятая, сорок седьмой аят, шестьдесят шестой, шестьдесят восьмой и сто семьдесят первый. Словой перевод. Как интересно. По-арабски не знает, а перевод не принимает. А дьявол так сделал? Шайтан. Там по-разному. Там разные вещи. Ну, давайте, дайте знающего. Скажите, что написано в суре пятой и шестьдесят шестой аят? Ну, ничего не знаете. Зачем же тогда вы сами себя позорите? Скажи, я не знаю. Скажите, я тебе прочитаю. Ты старовер или кто? И старовер, это наши родители были. А мы официальную церковь признаем, ходим в нее. Вот у нас была поездка. Великая троица, да? У нас была поездка миссионерская. У меня вышло из печати 38 томов книг. Вот смотри, вот смотри. Если нас заметили. У нас же троица идет, по-моему. Мы были в Баку, в Баку, и ночевали в доме у Муллы. Ходили вместе в мечеть, молились. У меня есть шииты, суниты. Может, и было у шиитов. У них совсем другие представления. Вы что-то все ушли, никого не видать. С кем разговаривает ее? Вот с СССР разговаривают. Ну что, вы что, то ли попрятались? Никого нету? Вот нас. Мулла.